Девочки, всем привет! Сегодня готовим мой самый-самый любимый пирог со сливами. Я его так обожаю, что жду просто лето, каждый год, чтобы готовить именно этот пирог. И скупаю всю сливу в ближайших супермаркетах. Он, правда, очень вкусный и очень простой. Нам понадобится слива, мука, сахар, сливочное масло, корица, разрыхлитель, немного коричневого сахара, если коричневого нет, можно заменить на белый, и яйца. Здесь сразу отмечу, что масло должно быть размягченное, то есть комнатной температуры, поэтому достайте его из холодильника заранее. И пока готовим все остальные продукты, пусть масло оттает. Итак, сначала мы займемся сливой. Берем сливу, хорошенько ее моем, вытираем с помощью бумажных полотенец и разрезаем на половинки, вынимаем косточки. Слива бывает разных сортов. Лучше взять ту, которая покислее, и ту, из которой хорошо достаются косточки. У меня в этот раз слива была какая-то странная, косточки из нее оставались с трудом, честно сказать. Ну, поэтому получилось как получилось. Но это все равно не проблема, так что слива у нас будет запекаться в духовке, и не будет заметно, что она немножко пострадала в тот момент, когда я косточки из нее вынимала. Теперь берем сливочное масло, складываем его в чашу миксера, насыпаем сахар и взбиваем все это дело примерно секунд 40-60. Ну, то есть совсем немножко. Дальше начинаем добавлять яйца. Выключаем миксер, поднимаем его, разбиваем яйца и снова включаем миксер. И теперь вот это все дело мы взбиваем долго, на максимальной скорости, примерно минуты 4-5, до тех пор, пока масса у нас не посветлеет и не увеличится в объеме. Также обратите внимание на то, что яйца лучше всего добавлять по очереди. То есть разбили одно яйцо, немножко взбили масло с сахаром и с яйцом, затем, только затем, разбили второе яйцо. И это делается для того, чтобы масло не расслоилось. Когда это все взбили, насыпаем муку вместе с разрыхлителем и вымешиваем наше тесто. Здесь уже можно обойтись без миксера и использовать обычный ручной венчик, столовую ложку или лопатку. Тесто получается густое и вот такое вот мягкое, красивое, желтое, как на шарлотку. Теперь берем форму для запекания, застилаем ее бумагой. Вы можете не застилать, но я привыкла, мне так больше нравится, мне так удобнее доставать пирог из формы, даже из силиконовой. Выкладываем в форму наше тесто и разравниваем ложкой. Затем сверху на тесто выкладываем сливу. Сливу выкладываем по всей поверхности пирога, очень плотно друг к другу, но на тесто не давим. То есть не вдавливаем сливу в тесто, а просто кладем сверху и все. Вот посмотрите, как она лежит у меня на видео. Кстати, она немножко пострадала в тот момент, когда я вынимала из нее косточки, но это не страшно, как я уже говорила. Посыпаем нашу сливу сахаром. У меня коричневый, лучше взять коричневый, но если у вас его нет, подойдет обычный белый. И корицей. Можно посыпать по очереди, можно смешать сахар с корицей и посыпать этой смесью. Делайте так, как вам удобно. Убираем в духовку. Пирог выпекается при температуре 180 градусов примерно 45 минут. Точное время зависит от размера формы и от вашей духовки. Посмотрите, какая красота! Приятного вам аппетита!